ты говоришь что ты не за химичился да да значит ты вообще не планировал провести бой да почему если ты не ты ты планируешь бои только тогда когда химич то получается 30 его боял или ты ты пытался провести со мной бой без химии что ли конечно не говори без химии ты вообще не хочу обидеть тебя не потянешь со мной браку это уже твое мнение это мнение всех это не считается как не считаю кто считает все считают ну кто все ты без химии вообще не потянешь я говорю как не потянут сейчас ты жим ты друзья всех приветствую с вами как обычно алексей махно вице-президент лиги эйсей асламбек бадаев и в предшествии эйсей 161 хедлайнеры главного боя магомед расул гасанов приветствую и салам абдурахманов приветствую парни хотелось бы начать с того что ваш бой уже вы ждете два года все зрители ждут два года уже мы все надеемся что ничего не должно произойти он наконец-то состоится в общей сложности четыре раза отменялся ваш поединок может быть из этих четырех отмен была какая-то которая особенно запала в душу по тем или иным причинам салам сожалению большинство отмен было из-за меня последний раз я асламбеку обещал что я если я даже получу любую травму я обещал ему и лиги что я выйду на бой и 17 июня был готов драться с любой травмой я был готов на все сто процентов если бы там состоялся этот бой я думаю что вообще было бы шикарно магомед расул 4 отмены 3 не из-за тебя если у тебя какие-то претензии к саламу то что вот какую-то часть твоей карьеры он забрал в том плане что ты не выходил клетку других соперников тебе здесь и сейчас не давали хотя ты дрался впоследствии с кем-то а вот если у тебя какие-то претензии к саламу из-за этого ну знаете как претензии были бы если бы я понимал бы что это нарочно я понимаю те факты последний раз я травмировался и человек в любой момент может травмироваться в истории много таких можно сказать азбула и у сулеймана много срыва было хабиб нормагомедов тони фергуссан и много таких срыва было я понимаю что он был чемпионом и я не думал что он специально будет перекидывать бой единственное у меня не ну как бы спортивная злость поднималась от того что когда человек любой спортсмен не поймет когда он выходит на пиковую форму удержать эту пиковую форму очень тяжело и получается я выходил на пиковую форму а боя не состоялась и лига не могла мне дать замену тоже кому-нибудь и за счет этого я можно сказать много времени потерял но я мог бы если бы получал бы бои там больше прогрессировать себя еще больше но как случилось так случилось и тут видите такой момент в конце концов я сам травмировался хотя это моя первая травма за всю карьеру и первый перенос первый раз попросил что перенесли бой но тем не менее так случилось и личной неприязни нету а спортивная злость она становилась все больше от того что ты вот готовишься не состоялся бой ты хочешь доказать и опять готовишься и какой-то роде спортивная злость она возрастала основе к изя а ведь есть примеры где бойцам даже сверх топом на очень коротком давлении все равно сохраняют бой и дают какого-то бойца пусть даже не настолько конкурентного почему с магомед расулу такого лига не делал не магомед расулу давали соперников но не давали сразу потому что не было претендентов скажем так явных но давали фролова давали джанаева просто это происходило немного скажем так позже чем сам магомед расул планировал и в последний раз когда произошла отмена боя раскроем немного скажем так закулисную беседу твой менеджер заявил лиги что нам саламу не интересен нам он уже не интересен мы устали от этих срывов и так далее насколько тяжело менеджеру было тебя убедить в итоге подраться саламу меня убеждать с кем-либо подраться никогда не тяжело это я сам напрашиваю всегда и я наоборот спешу раньше времени если помните я просил бой 21 июля сама лига мне сказал что я полностью восстановился что мне было очередного срыва и поэтому перенесли на 11 августа но знаете какой момент я просил лигу последний стрел по причине саламу когда был я просил лигу ли что постраховали бой если я готовлюсь под человека если бы не состоится но мне опять также готовится под это устраховали мы предложили шамилю абдулаеву предложили хиромагомедову они сказали что земляки и предложили писала но скажем так джанаев нам выразил протест он сказал вы забираете у меня соперника это мой соперник то есть лига сделала то что могла но тебя также можно понять потому что свою позицию ты максимально скажем так выразил и она понятна саламу насколько тебе обидно будучи чемпионом этой лиги который не потерял пояс ты ушел в закат на определенное время появился новый герой доминирующий чемпион магомед расул гасанов и скажем так когда даже не сам магомед расула вот команда в целом говорят нам саламу уже не интересен вот какие эмоции у тебя вызвал скажем так вызвало такое заявление если честно это заявление стороны вызвало сверху но тебе скажем так было обидно неприятно тоже конечно было обидно что значит вообще не интересен любой боец который выступает может даже за день боя получить травму я это никогда нарочно не срывался с боев конечно было обидно саламу раз уж заговорили про какие-то высказывания в твой адрес ты провел поединок в грозном против рене писсуа и выиграл уверенно но не так убедительно наверное как все ждали после этого начался шквал критики саламу уже не тот он уже не вернется как он собирается драться с гасановым насколько ты был подвержен этой критике насколько ты обращаешь вообще в принципе внимание читаешь комментарии там не знаю смотришь все отметки с упоминанием твоего имени там может быть знаешь есть такие условные друзья товарищи которые любят подойти и сказать а вот ты видел а вот и видел вот это были вот такие ситуации у тебя да такие моменты тоже и были после боя кто-то кто-то из близких не хотел меня обидеть тем что я не очень хорошо подрался ну вы наверное знаете что он писал вышел на замену я должен был драться с ибрагимом ада с ним я должен был драться за две недели вот так по моему он получил травму у меня к ибрагиму было вообще другое другой настрой когда он получил травму и выбил с боя если честно и общее расслабился может где-то недооценил его думаю из-за этого и бой сложился не таким удачным как я рассчитывал все думают что если я если я провел четыре боя все три боя кроме последнего я просто не почувствовал своих соперников многие думали что я тоже пистол должен просто проехать хотя он слабый парень конечно сейчас он участник гран-при ну да все понимают что он крепкий боец если он его нокаут не отправлять или досрочно его если не выиграют он вообще до конца борется до конца бьется очень сложный соперник для любого бойца ты же наверняка видел да вот этот шквал критики на саламу и это могло где-то может немножечко расслабить ни в коем случае когда даже не говорили то что ну типа там он так подрался с ним там но тебе не соперник такие а наоборот приводил примеру я видел у вас интервью вместе со сломбеком где-то делаю анализировали фролова меня его всех нас анализировали и я даже им пример показывал вот это стилистически я согласен саламу что он неудобный боец он крепкий боец он будет в топах я знаю но я сомневаюсь что он будет на том уровне на ком на каком мы сейчас есть потому что я считаю мы все же на другом уровне и мента и психологически ментально более подготовленные более где-то мы можем оценивать свои силы там ударной техники борьбе и то что он как подрался с песо это никого и меня не расслабляла наоборот я себе в голову это не брал потому что что потом не столкнуться с серьезными проблемами потому что я понимал то что этот человек выйдя с песо тоже на замену может быть схожая картина же и было бы может быть я не могу ничего сказать но песо он реально он габаритом и большой парень он бьет крепко мы видели как он сместником рубился бонус забрал него совмещено очень много и с ним идти так на пролом в рубку тоже опасно или надо ему попадать и вырубать или ты сам можешь пропустить но это получилось только у фролова и ушу кого до ушу кого ронял знаю что мне интересно магомед расул ты был на том турнире когда саламу дрался стране писо и когда ты вышел в клетку и вы провели дуэль взглядов я на твоем лице увидел улыбку эта улыбка мне напомнила выражение вартаняна когда он увидел бой резникова и кошкина как будто знаешь ты почувствовал этом бою некую слабость саламу и такое знаешь подумал а все нормально ребята ты сейчас ни в коем случае не признаешься ты скажешь я к саламу отношусь серьезно я там не до не недооцениваю все-таки вот в том бою ты увидел слабости саламу в том бою слабость вот хотя бы какой-то степени вот у тебя внутри какое-то спокойствие наступило а он не там не соперник или что-то в этом роде в начнем слову что волнение так него волнение так не было и на самом деле я так не считал его что и серьезным бойцом но так же как и он я уверен своих навыках я уверен если бы даже он еще лучше подрался бы с весла я уверен своих навыках и я уверен себе также он уверен себе понимаете тут момент такой психологический кто как настраивается кто как к этому относится кто как себе это видит и я уже настроился к этому я этот барьер уже прошел и поэтому что мне волноваться что мне почему мне улыбнуться почему я не видел ама место что выходил там злое лицо делал также и саламу в ответ улыбался в этих неких проблем не было если в мою сторону какой-то я вижу то что будет там а примеру не уважение или я тоже имеется ввиду сам по себе человек спыльчивый и я например могу близко к сердцу что принимать потому что я и сам вырос на улице и видел эти много моментов драк и поэтому я слишком близко к сердцу могу принимать какие-то моменты поэтому у нас здесь как на кавказе когда мы частности последние бои всегда дерусь там получается с кавказа ребятами и тут из-за наших менталитета какого-то мы не можем как-то первым агрессию проявлять ну воспитан тогда какие-то моменты а если к примеру там будет какой-то другой заграничный там иностранец боец какой-то человек я например сдерживать себя свои там злобу к нему не буду я буду ее более агрессивно показывать человеку который а тут у нас как бы воспитанный таки показывает свою злобу когда человек тоже тебя адекватно относится я не вижу саламу когда магомед расул вышел тебе к тебе в клетку вы о чем-то говорили магомед расул прислонился к тебе что-то сказал что это было помнишь мы после боя договорились что не будем переходить на личности я считаю что это правильно исходя из нашего менталитета об этом договорились у нас разговор был такой я саму сказал раскачивать брой проблем никаких нету но на личности не будем переходить если здесь какой-то пород будет то что мы переходим на личности я или ты это уже будет совсем не бой это уже будет и не клетка это будет все за пределом и там уже будут выясняться что совсем под ругом это понятно и я лишь сказал этому воспитаны по-другому и я я не позволю перехать на личности и к себе не позволю что переходине на личности что в твоем понимании перейти на личность но за химичные тарзан не переход на личность нет это не переходит на личности но неприятный потому что тоненького да он он такой уже тоненьким этим идет правда говоря еще насчет химии мне получится еще многому саламу стоит конечно а как вы определяете по следам саламу на как вы определяете вот это что кто химия преобладает просто мне интересно визуально или просто сравнить его бои янг-иглз и я его за общей худой был там а сейчас видно же по телу что человек сильно химии любой боец тебе скажите я просто качку делал за штангу я вот скажу ими принимая ангелс когда я дрался я весил 85 86 килограмм то есть почти не гоняя я практически не гонял в бою азаматом бикоева я весил 83 килограмма потому что я вообще болел и весел 83 килограмма и это тот период практически когда я перешел и ангелс первый бой я практически вообще не тренировался потому что я жил карачаево-черкесии почти полтора года я приехал готовился к свадьбе у меня был разрыв мениска я не мог бороться ничего и вот эти бои у меня как-то кроме финального боя у меня практически все бои проходили если считать подготовку шанс и тогда это не было совсем подготовкой и а насчет того что рельефа но этот человек так рассуждает и сейчас доказывает как-то говорить не собираюсь если он так думает пускай так думаю для никаких проблем нет а с чем связано я могу на тебя посмотреть даже там бою с песо нам чуть ли не халкость его там поэтому есть саламу раз заговорили про твой поединок с песо а в одном из интервью ты говорил что общался и с женаевым и с кушаговым и что они поединку против магомед расула подходили не в лучшей форме и магомед расул не сказать что очень просто преодолел эти препятствия в виде кушагово и джанаева может но может ли быть такое что истинный скажем так уровень магомед расула он еще не показан его на части завышен ну учитывая то что пацаны как ты говоришь подходили не в лучших кондициях как я люблю говорить не прошел проверку на настоящее я считаю что полную проверку можно пройти только с тем бойцом который умеет и бить и бороться я его карьере не видел что он встретил при всем уважении бойцам которые он дрался именно с таким бойцом универсалом джанаев этот он вышел на замену когда я травмировался ему на подготовку оставалось месяц у него было полноценных два месяца на подготовку у джанаева было два месяца и еще неделя два месяца 10 дней у нас было полноценных подготовку с джанаевым он прошло 10 дней проходит для гонки в месяц два месяца полных два месяца было я я я помню полных два месяца было у джанаева на подготовку максимум полтора месяца за полтора месяца я травмировался и на замену его предложили тебе я же помню ну надо проверять богатом я да я помню салам у травмировался потом мы думали переносить не переносить салам еще один такой момент когда я получила эту травму я вам предлагал что на ту дату который вы предлагаете джанаева дали чтобы я подрался там мы просто не рискнули мы не рискнули потому вы только травмировался мы не были уверены что ты будешь готов к той дате это как сейчас с вами вроде вы оба были готовы июля драться но откуда у нас гарантия что магомед разу выздорове к июлю и то же самое у тебя тогда ты в декабре травмировался в январе был готов драться мы просто подумали что но если ты в декабре не готов какая у нас гарантия что-то в январе будешь готов вот такая ситуация но в любом случае кто сколько готов был я не знаю но знаешь магомед разу не самый лучший бой был у тебя тот джанаевым я не знаю согласен ты со мной или нет я в целом знаешь такую тенденцию заметил у тебя шикарный бой против фролова до этого такой уверенная победа но такой особо невзрачный бой против джанаева до этого у тебя шикарная победа над дипчиковым но перед этим у тебя такой хороший но тяжелый равный бой против фролова чем связаны эти качели почему не удается знаешь вот такой уровень стабильно постоянно показывать подготовки проблемы были или что но подготовки проблемы они у всех бывают они всегда присутствуют ты всегда сталкиваешься ким-то проблемами ким-то травмами вот их не озвучиваешь вот и всегда сталкиваешься с ними и боюсь джанаевым а что еще нужно было сделать просто 4 раунда полностью вел и остановка врача просто он же он в первом же раунде был в ауте в том плане что он уже особо не сопротивлялся и вот люди думают но почти не сопротивляется магомед расул его не может удосрочить такие были мнения такие мнения были про досрочку пока не забыл парня про досрочку саламу в одном из интервью ты отмечал хороший грэплинг магомед расула но говоришь но он при своем грэплинге там не может даже финишировать задушить никого в отличие от тебя то есть это говорит о том что ты как бы у него вроде и хороший атакующий грэплинг но вроде него позиционный больше я не говорил что у него хороший грэплинга у него хорошая позиционная борьба работа но он не может удосрочить свои соперников у него с грэплингом чуть проблемы я вижу могу его получим после боя сделать схватку тоже проверить по грэплингу а грэплинга там у них есть проблем после боя надеюсь и хавра в клетке и сеть кстати смотри у нас уже сулеманова омаров есть реванш сейчас ребята подерутся по правилам ммай можно их мне кажется это направление надо начать уже практиковать на 100 разу если ты так уверен грэплинге проходим ноги сразу не про входа это вообще я вообще не видел что-то и удосрочил кого-то задушил или болевым выигрывал почему это не показываешь если ты так удосрочил или болевым задушил замечено может я где-то согласен совмещено мало но такая у меня есть я удосрочил и главное я выигрываю доминирующим манере позиционная борьба у меня хорошая да я в зале часто ловлю душу но в бою не всегда получается мою не всегда получается и я именно за этим не охочусь чтобы кого-то задушить главное я удерживаю я контролирую поединок конечно же мы в этом плане будем расти всегда есть куда расти и прогрессировать тоже никаких проблем саламу многие говорят про твой бой с песо что это был невзрачный поединок и так далее это мнение большинства а если в твоем понимании бой который был невзрачный со стороны магомеда сула посмотрев какой бой ты подумала все нормально типа я справлюсь был ли такой бой для тебя вы наверное все помните его первый бой с фроловым после этого после боя я думал что есть честно честно я думал что бой отдадут фролову ну какие слабости ты увидел магомеда сула в том бою что ты мог бы использовать для себя и так далее понятно что перед боем вы не будете карты раскрывать но тем не менее ну там бою фролову показал себя большим универсалом он боролся в этом бою бил когда его поваливали он вставал в этом бою он очень хорошо показал себя я не знаю в последнем бою что с ним случилось или магомед расул хорошо подрался или он очень плохо подрался ну в первом их бою было видно ты считаешь что фролов выиграл я считаю что я думал что фролов выиграл судим виднее если победу отдали ему значит он выиграл знаете какой момент к первый раз но я не ошибаюсь фролов должен был драться с тобой тогда я просил на этот карта бой и там когда салам утромировался несколько хочешь тратить и постраду им вот есть вот и поэтому не так преподнесли ажумра так сказал типа вот так сказали ну надежде типа может я откажусь я говорю все давай никаких проблем ажмад гели но где там подготовишься ты гет хорошо подойдешь я говорю никаких проблем что тогда же меня особо и не знали только вкушагова выиграл и третий бой получался и все вокруг ноги и даже из за ребят которые со мной вместе тренируются когда у меня спрашивали с кем бой они видят я когда говорил с фроловым они все начинали году он бороться не дает потому что он тоже базового борец он проходил у нас сборы и все понимали насколько он серьезный крепкий так многие думают он ударник но он борется очень отлично борется базовый вольник я знаю несмотря на его телосложения не рельефные но он очень крепкий он физически очень мощный и вот этот весь вокруг все то что говорили там ба он бороться не даст он это не даст я просто говорил всем я говорю я бороться не буду я буду драться вот я буду драться может где-то я эмоционально тоже подошел именно к этому бою неправильно потому что может я если бы приблиг прибегал бы больше к борьбе может она мне легче удалось бы я переоценил его борьбу в первом бою я реально переоценил его борьбу я мог бы его и забороть и спокойно просто когда вокруг все начали он бороться не дает он так так и я уже от злости я говорю не горни бороться с ним не буду я буду с ними на драться и многие так воспринимали когда я говорил что я буду драться там но раз-два и в ноги прошел но я так не делал первом бою тоже я с ним 53 раунда рубился и там момент такой когда ты эмоционально тоже озлоблен ты более такой ну быстро устаешь но какие-то моменты ты быстро устаешь когда не контролируешь свои эмоциональные вот эти моменты и после этого боя для себя понял что эмоции во время боя надо всегда контролировать и вот это я для себя утвердил и во втором бою я уже полностью знал не в ударной технике не в борьбе он со мной конкурировать не сможет единственное что он мог это он мог лаки панч поймать и когда я заигрался пятом раунде он так хорошо так поймал но как говорится не важно как ты бьешь важно как ты держишь удар мы видели в 5 в пятом раунде он шамильном тоже попал он чуть не досрочил его и у этого парня пушки есть всегда на последних минутах конце боя тоже и с ним нужно быть на осторожность и на насколько критическое положение было у тебя там но я не сказал вы что такое критическое положение да он плотно мне попал на какой-то момент и она затухал муя в себе был я понимал если даже видел когда я отходил назад я джебом контролировал дистанцию яджебом контролирую дистанцию я понимал то что он сейчас будет налетать на меня нужно проходит я какой-то момент начал проходит он оттянулся обратно то я все равно получается чуть показал то что бью и обратно прошел повалял и даже то что после этого удара я сам начал его атаковать хотя он на меня попер и атаковал перевел и добивал это уже говорит то что я не был сильно потрясен если бы я просто выжидал бы там сцепился бы не давал бы ему работать сушил бы бой это может и доказывал что я где-то потряса сильно но тут я отходил контролируем отходил пошел повалил и начал сверху добивать саламу знаешь в какой-то момент пытаясь организовать ваш поединок с магомед расула мы устали честно мы устали потому что мы уже начинали беспокоиться может ли этот бой состояться и ты помнишь что мы с тобой встретились последний раз и переговорили я тебе прямой вопрос задал саламу может не стоит нам пытаться больше потому что магомед расул страдает ты сам страдаешь лига страдает может просто разведем вас по сетке и если вы выйти финал вы подеретесь и ты мне сказал мне принципиально подраться с магомед расулом я хочу завершить эту историю что-то имел ввиду ну понятно почему такая принципиальность наш бой был должен состояться еще два года назад с тех пор травмы были только из-за меня срывы из-за меня многие те кто но болельщики считали что я избегаю именно боя с ним и не только болельщики сейчас намного кто об этом говорил вокруг ну я тем самым хотел доказать всем что я травмы получаю не нарочно не хотел доказать и этот бой именно с магомед расулом мотивировала меня с кем не еще драться только этот бой меня мотивирует и я настроен именно на этот бой я намерен я настроен забрать этот пояс саламу кажется ты еще принципиально настроен на магомед расула с двадцать первого года с сентября когда только начались разговоры о вашем поединке и тогда магомед расул сказал что ждет джанаева но в плане следующего соперника ты через соцсети достаточно колко задал ему вопрос где ждешь на море в махачкале почему уже тогда ты решил задать такой вопрос уже кажется ну больше двух лет назад начался вот этот самый трешток или там около двух лет уже тогда была некая принципиальность кажется ну если честно я этот момент плохо помню ну наверное из-за того что появился новый доминирующий чемпион занял твое место отобрал твои скажем так положение наверное из-за этого как я понял ну все же вы максималистами всех он за знаешь как ослабит с кем он правильно говорит с кем он было бы ему более интересно чем со мной с джанаем я знаю ему не было бы так интересно как они одноклубники там кто дальше по сетке был с фроловым с фроловым можно было бы обдуваешь тут но обдуваю до подписался это сейчас и плюс реванш первом бою вас давно и я . да уже выиграл джанаева мне тоже уже я и как и всегда твердил то что мне интересны саламу а с кем мне интересно было кроме нас двоих практически дивизион начал молчать там какие-то даже после того как саламу травмировался там отошел не было таких желаний кто изъявлял из среднего дивизиона подраться со мной там саламу я не видел просто мы за кулисами много общались магомед рассул пытались найти соперника скажу честно никто не согласился реально вот подтверждение твоих слов вот и поэтому а тут такой момент тут я стал чемпионом он был чемпионом и тут мы как бы друг друга этажем и друг друга мотивируем и интерес друг друга проявляем если даже тут но как ты сказал хажмура там говорил нам саламу не интересно хотя это нужно у меня в первую очередь узнать как я считаю но может он какие-то порывы там злости скажите обиды отмены а с кем тогда будет более интересно уже же мы живота прошли вот этот муж и выиграли хорошо нужно уже громкий какой-то бой нужно интересный мой нужна какая-то история а люди там дивизионные другие молчат здесь есть саламу здесь везде и уже интерес все больше и больше растет получается другие молчат и ему также интересно со мной и мне мы вам не с ним интересно потому что он изъявляет каждый раз что он чемпион и я говорю то что я чемпион и лучший средний весь и поэтому вот эти слова они цепляют по чуть-чуть цепляют его изъявляет желанием драться друг против друга а нет ли у вас опасения что вот пройдет бой кто бы из вас не выиграл там явный фаворит и дальше как будто она можно выгореть без принципиальных соперников без мотивации и так далее а вам же еще два боя нужно проводить победителю нет ли такого что выжженная земля останется особых соперников дальше нет то и то что вы в первом бою встречаетесь это насколько правильно на ваш взгляд но я в одном интервью тоже говорил если бы мы встречались бы финале это может быть было бы еще более интересно но тут такой момент то что уже люди вы более чем заждались нас и столько срывал и наконец-таки когда мы уже подошли финишной прямой и я даже где-то сказал то что для людей это уже финал то что мы салам уже выходим и деремся друг против друга для них это уже финал досрочный тогда по насчет последующих боев почему там же есть шамиль там же есть это же это же уже к рампре там есть уже там есть миллион баксов да и что можно как али говорил целый лям же не дают там тем не менее за хорошая мотивация парня вы выбрали манеру естественно раскачки боя но тем не менее как сейчас модно горит на уважение да но тем не менее напряжение между вами чувствуется его сейчас мы сидим с вами через вот этот огромный стол и напряжение она все равно есть и мы только что говорили о том что чересчур лишние эмоции иногда мешают поединку какова вероятность того что вы можете поддаться эмоциям в этом бою саламу я думаю что я надеюсь что мы до боя не перейдем личности на личности будем контролировать свои эмоции будем показывать эмоции октагоне там покажем все что мы умеем и я думаю что магомед расул тоже хороший парень у меня нету никакой неприязни к нему только спортивный интерес 11 после 11 может подружим на море сходим а схватку по грепплингу обязательно надо провести так как ты очень уверен себе посмотрим обязательно проведем обязательно ты не поддашься эмоциям во время поединяет я уже это прошел бою с фроловым и после этого для себя я учел сделал выводы человек умный тот кто учится на своих ошибках я надеюсь что что к этому детям ошибкам я не вернусь что уже я понимаю эти эмоции могут там сыграть против же меня саламу магомед расул как-то сказал что социальных сетях что пока пояс у него тебе остается только смириться ты смирился конечно нет он может говорить что хочет у меня голове только этот бой пояс кто бы там что не думал как бы его фаворитом не считали для меня это вообще не важно я об этом не думаю я знаю я на что я способен я знаю что если я хорошо подерусь я выиграю у него поэтому я в себе уверен вот так вот магомед расул можно ли сказать что саламу самый сложный соперник твоей карьере или кто-то был посерьезнее на твой взгляд сильнее саламу на твой взгляд того же фролова или нет тут знаете как я фролову не буду исключать на самом деле фролову не буду исключать потому что он реально универсальный парень и если он как саламу говорил не душит но зато он бьет и он может сильно потрясти может акаутировать ну на данный момент да я считаю более такой универсальный чем даже фролов более такой серьезный соперник саламу и поэтому этот бой для меня всегда был интересен всегда изъявлял желанием и всегда ждал саламу а в твоей карьере был шамиль абдулаев про которого все вспоминают и его возвращение сейчас в лигу и такой яркий бой против фролова лишь доказывают что он очень сильный боец он один из фаворитов данного гран-при про него тоже забывать нельзя на твой взгляд и шамиль по отношению к магомедра солу кто из них сильнее на твой взгляд шамиль такой работает такой играючей манере магомед рассол более нацелен на физическую борьбу на такой захимиченную физическую борьбу ты захимичился ну уже скажи ты готов сто процентов на же один врач саламу а все отходы только я курсе всего брата не волнуйся я тоже ко мне все поступало последний раз на физическую я попал да а ты намекаешь на то что специально сорвал бой магомед рассол ну я не уточнял у тебя какая у него травма исходя из того что вы мне ничего не сказали мы не сказали чтобы ты этого бою не использовал мы же не хотим момент да чтобы от разу я уточнал его травму когда он сказал как не утром я от него то я лично не уточнил может быть караев ажи мурад уточнял спрашивал я все списки вам отправлял врача я вам показывал все я пока показывал я никогда не уточнил и не знаю да ты отправлял или да да я астамбеку отправлял он говорил мне и я даже не у каждого рода ни у кого не спрашиваю менеджер и хус не было то что и я ему тоже не говорил я никогда не говорю какая у него травма узнаешь что как ты доверял я же знаю я по себе судил я чемпион он был чемпионом человек с чемпионскими амбициями просто так не будет уходить с боя человек чемпионскими амбициями просто уходить с боя и как он будет нацеливаться обратно на пояс это же как-то глупо и восточки зрения даже порядочности я никогда это не спрашивал мне да мне ажи мурад скинул последний раз у него там мрт что-то скинул я даже это не смотрел не сказали же травмировался отменили и что мата что я там посмотрю какая у него травма что мне от этого ну саламу ты намекаешь или прямо говорит что магомед расул попал в яму поэтому он мог сорвать бой но сейчас как ты считаешь после такой ямы если она и была возможен ли пик для магомеда сула за такой короткий промежуток времени есть ли в этом смысл я очень надеюсь что он за химичился так как он так как ты или я если честно не очень за химичился это боя на химичем был июня какие откровения как у нас общий врач и все такое ты об этом узнал наверно вот из-за этого попал я муда я у яму не попадал с этой стороны как раз таки может быть если я химичился вы как нужно я и не попал бы в эту яму я то что целый год тренировался в эльбрусе прошел сборы серьезные сборы если ты человек когда готовится целый год он уже организм ресурс непостоянный я просто уже элементарно просто на тренировке работал и какой-то момент бац сразу получил травму это о чем говорит человек на последних своих возможностей на пределе это же не робот это человек и организм тоже сбой какой-то дает и ты уже подал склонен там к разрывом к менискам к плечевым связки же они же нужно же как-то периодически отдыхать срыв боя когда было я не отдыхал я круглый год проходил сбор и готовился и перепахивал это я больше перепахивал поэтому мой организм дал какой-то сбой а то что как ты думаешь но это твое право утверждать по-другому там доказывать я не собираюсь ты можешь так подумать никаких проблем также когда так же когда у тебя травма были я не не ходил ни за кем не спрашивал не уточнял потому что я понял весь человека травма значит боя не будет когда будет тогда буду готовиться для меня задача была следующая чтобы не дали кому-нибудь другого но когда понял что кого-то другого нету просто нужно ждать и все ты говоришь можешь уточнить ты говоришь что к 17 который нас должен был состоять собой 17 июня ты говоришь что ты не захимичился да да значит ты вообще не планировал провести бой да почему если ты не ты но ты планируешь бои только тогда когда химич то получается 30 его боял и листы ты пытался провести со мной бои без химии что ли не говори без химии ты вообще не хочу обидеть тебя не потянешь со мной брать ну это уже твое мнение так это мнение всех это не считается как не считаю кто считает все считают ну кто все ты без химии вообще не потянешь я говорю как не потянут ты сейчас режим ты ну мы сейчас можем вот так утверждать как вот дети ты на химии я на химии ты нахимичился я нахимичился просто это будут слова пустую если будет такое что будут проверять спокойно никаких проблем я всегда готов если ведут в лигу то что будут проверять я только за вот если даже будет такой вот как в анфсе и там чтобы лимит какой-то определенные веса гонка я только за вообще никаких проблем ну главное надеяться что оба готовы ну или как а сломбек сказал я помню еще в питере она мой был у меня был дебютный мой он как и сказал пускай и мечтаться пускай показывает зрелищные бои ну да и как недавно мы заявили что пять раундов драться без скажем так подпитки это где-то нереально кто-то может согласиться кто-то нет видим мы скажем так в том что нас обвиняют химии так далее некая лицемерия со стороны болельщиков потому что в все везде это имеет место быть алексей мне кажется довольно ребята высказались им нужно гонять вес и наверное подает подведем итоги давайте наверное мы скажем так отпустим тему вашего поединка мы все проговорили единственная на заключительный вопрос на эту тему отбросим чуть сторону на уважение его честно с каждым скажем каждый из вас как визуализирует финал поединка 11 числа саламу как ты видишь как закончится бой ну так как мы оба знаем что бой ожидается очень тяжелым думаю бой продлится все пять раундов а тот кто хорошо подошел именно этому бою выиграет я надеюсь что с моей стороны я могу подтвердить и доказать то что я говорю твоя победа судейским решениям я рассчитываю я надеюсь как ты видишь ваш бой ну принципе тоже больше склонен такому то что у нас будет сыпать раундов и будет тяжелый бой думаю мы заберем бонус так как тяжело удосрочить человека который умеет бороться который умеет бить и поэтому я думаю у нас будет 5 раунда только ну на самом деле действительно от себя можем сказать что без преувеличения это противостояние двух самых сильных средневесов на постсоветском пространстве в европе однозначно в мире вы тоже одни из лучших и кто разбирается боях он это понимает поэтому хочется пожелать чтобы вы просто провели тот бой который от вас ожидается чтобы это не было так как омарова против сулеманова понятно что они не выбирали такой сценарий но тем не менее берегите себя подойдите с холодной головой и просто осчастливьте нас болельщиков себя тем боем который мы так долго ждали два бойца единственные два бойца из всех титульных боев которые назначены кто еще не проигрывал лиги и сей и даже чуть где-то неприятно что кому-то из вас придется проиграть в этот раз но тем не менее это спорт если что мы проведем реванш по грейплингу как минимум извиняя снова как раз ты сказал еще чуть отсрочим ты назвал фамилии шлеменко и смейлов минеев ребята вы знаете что это громкие имена в среднем весе в россии и ну аудитория скажем так силу того что в медийном пространстве они более на слуху чем вы как вы считаете оба для вас поединке против любых из троих этих ребят прошли вы легко но я не думаю что прошли вы легко потому что это же не такие простые ребята тоже не за себя и мы тоже сделали но не считаю то что их него арсенала или хватило бы выиграть меня я уверен то что выиграл в этом шлеменко меня спокойно могу не хочу я просто озвучивать так как с ним видимся на постоянно там спаррингуемся войти спарринги дружим и как бы озвучивать час в роли соперника там не хочу саламу как ты видишь бои против любого против всех этих ребят я согласен с магомед расулом даже мы не такие меди медийные как они но мы более универсальные бойцы которые способны выиграть у любого бойца в россии также это когда я дрался за пояс если когда обе не объединили эти две лиги с брэдтом купером а брэд купер дрался с шлеменко два раза в титуль на боях и оба раза у них бой прошел всю дистанцию бой со мной у брэда купера закончился на первую же минуту а я его просто не почувствовал исходя из этого я думаю что и даже если я встречался с шлеменко для меня это не вызвало бы таких больших проблем я думаю что самый самый принципиальный самый сильный боец который меня ожидает это могимед расул и после 11 мы выясним кто из нас лучше наконец-то вот так вот да да действительно история лиги и сей история гасанов абдурахманов абдурахманов гасанов и сейчас нам стоит сконцентрировать внимание на этом бое что же ребят вам спасибо хорошие подводки к бою висогонки увидимся уже на турнире спасибо вам друзья вам приятного просмотра еще раз всем спасибо